всем привет продолжаем играть fallout и я зачитываю полезную информацию из книги совершенный код ну тут даже не то что полезную информацию а иду и читаю все подряд часто пропуская примеры кода поэтому если у вас нету книги бегом ее купите чтобы не слушать мои зачитывания так сегодня продолжим сегодня начнем прошлый раз мы закончили главу 15 14 15 сегодня начнется глава 16 циклы и все советы по циклам ну и что такое цикл и я думаю вы знаете но если не знаете то послушайте так сначала загружусь в прошлый раз я там закончил не помню где я закончил и мне надо было побегать побегать и поискать патрончики там попродавать всякие вещи я попродавал купил патрончиком немного для этой винтовки и забежал в шахту рейдинга я сюда иногда забегал здесь очень злые такие пришельцы на в как-то не называются но не очень злые их очень сложно убить я иногда забил забегал тратил кучу стимуляторов чтобы убить хотя бы одного-двух и бежал дальше по делам забежал опять сюда здесь надо просто чип найти так вот забежал я и попробовал этой винтовкой эта винтовка их убивает на ура но проблема в том что нет патронов под эту винтовку то есть у меня еще немного осталось поэтому я сейчас еще чуть-чуть тут побегаю может быть найду этот чип и выполню квест надо другое оружие какое-то кстати потому что это что-то не очень справляется даже вот с такими врагами так вот забежал я сюда ну и пока я тут буду да ёлки-палки шушь такое сколько можно в тебя стрелять свинокрыс мутант а ну да я еще взял уровень потому что за каждого убитого вот этого пришельца не вот этого другого они где-то вот здесь я видел дать давалось 500 опыта соответственно мне там немного оставалось соответственно взял уровень ну я там увеличил умение тяжелого оружия и и легкого так но это продолжим так циклы и глава начинается с такой подглавы выбор типа цикла в большинстве языков можно использовать несколько видов циклов а именно цикл с подсчетом выполняется определенное количество раз к примеру один раз для каждого работника постоянно вычисляемый цикл не знает заранее сколько раз он будет выполняться и проверяет необходимость завершения при каждой итерации например он вы выполняется пока остаются деньги или пока пользователь не выберет команду завершения или пока не не встретится ошибка бесконечный цикл выполняется все время с момента старта такие циклы можно встретить во встроенных системах таких как кардиостимуляторы микроволновой печи автопилоты и так далее цикл с итератором выполняется не как выполняет некоторые действия однократно для каждого элемента контейнера класса первое чем отличаются эти циклы друг от друга это гибкость в определении числа итераций выполняется ли цикл указанное количество раз или проверяет необходимость завершения на каждом шаге кроме того эти варианты отличаются расположением проверки завершения вы можете поместить проверку в начало середину или конец цикла эта характеристика определяет будет ли цикл выполняться хоть раз если условия цикла проверяется в начале то ее тело не обязательно будет выполняться если цикл проверяется в конце то тело выполняется минимум один раз если же проверка находится в середине то часть цикла предшествующая день выполняется не меньше раза а код следующий за проверкой не обязательно будет выполнять ну и для большинства языков программирования а есть такие циклы форм вайл дувайл и форпич когда использовать циклы вайл новички иногда считают что условия цикла вайл вайл проверяется постоянно и цикл завершается в тот момент когда условия становится ложным независимо от того какой оператор в это время выполнять хотя цикл вайл и не столь гибок он все же является гибким вариантом цикла если вы заранее не знаете сколько итераций должен выполнить цикл используйте вайл вопреки тому что думают новички проверка выхода из цикла выполняется только раз за итерации и главным вопросом в отношении цикла вайл является выбор места этой проверки в начале или в конце цикла цикл с проверкой в начале в качестве цикла с проверкой в начале можно использовать цикл вайл в языках c++ c sharp java и других подобных языках вы также можете эмулировать цикл вайл в других языках ну в которых такой тип цикла не поддерживается да есть такие языки но они достаточно редки цикл с проверкой в конце время от времени вам требуется гибкий цикл который должен выполнять хотя бы выполнять хотя бы один раз в этом случае можно применить вайл с проверкой условия в конце цикла такой аналог цикла в языке c++ java c sharp и других называется do while когда использовать цикл с выходом в цикле с выходом условия выхода содержится внутри цикла внутри цикла а не в его начале или конце но таких циклов ну к примеру в языке c++ c c sharp нету но можно и эмулировать такие циклы и использовать оператор break или go to других языках но в которых нет оператора break который досрочно прерывает выполнение цикла нормальные циклы с выходом это те циклы этот цикл с выходом обычно состоит из начала цикла еще куда перевод дурацкий сейчас так нормальные циклы выхода и конца цикла это в теле цикла есть условия выхода вот так ну и для таких циклов есть такая рекомендация разместите все условия выхода в одном месте распространение их по коду практически гарантирует что то или иное что то или иное условие завершения будет пропущено при отладке модификации или тестировании пишите комментарий для ясности если вы применяете цикл с выходом в языке который не поддерживает его напрямую используйте комментарий чтобы сделать свои действия очевидными цикл с выходом структурированная управляющая конструкция имеющая один вход и один выход такая структура является предпочтительным вариантом цикла доказано что этот цикл легче для понимания чем другие группа студентов программистов сравнила такой цикл с другими вариантами имеющими выход в начале или конце тесты на понимание для цикла с выходом выполнялись студентами на 25 процентов успешнее авторы курса пришли к выводу что структура цикла с выходом лучше чем другие циклы и эта структура лучше моделирует способ человеческого представления итеративного процесса по вседневной практике цикл с выходом пока еще не широко распространен присяжные все еще заперты в накуренной комнате и спорят о том годится ли эта методика для промышленного кода пока они там томятся цикл с выходом будет хорошим инструментом в вашем программистском наборе при условии его аккуратного использования так что то я не понял где этот где то чип должен быть но он что то не здесь какая то ерунда так аномальные циклы с выходом есть и такие это такой цикл но вот здесь пример есть примерно си плюс плюс мне его нужно зачитать Гоу ту старт то есть есть метка Гоу ту старт так давайте сюда сбегаю дальше начинается вайл какое то выражение внутри ну в скобочках открывается фигурные скобки и и и и что то делается потом где то в средине цикла старт а вы помните в начале было Гоу ту старт старт делаем что то ну и там где то завершающая скобка ну то есть которая закрывает ну фигурные скобки короче так вот почему это аномальный цикл а потому что по метке Гоу ту у нас переходит куда то там во внутрь цикла минуя какой то код в начале цикла что это я не понимаю как сюда зайти на первый взгляд такой цикл похож на предыдущие циклы он используется если выражение обозначено как делаем что то не должно выполняться при первом проходе цикла а выражение делаем что то должно ну то есть тут до метки старт комментарии стоит делаем что то а после метки старт делаем что то еще это тоже конструкция с одним входом и выходом единственный вход в цикл через оператор Гоу ту в начале а выход с помощью условия вайл этот подход содержит две проблемы он использует Гоу ту и довольно необычен чем сбивает с толку поэтому такие циклы не очень то и ну рекомендуются так где же этот чип допанный вот он наконец-то наконец-то я нашел теперь надо убегать отсюда так до следующего уровня мне еще много еще много поэтому надо отсюда делать ноги чип я нашел только кому его отнести так где этот выход наверно вот тут где-то не это это не туда значит сюда куда-то где-то 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 вот здесь было лестница сейчас по-моему тут блин это опять вниз а где не вниз подождите-ка это шахта уровень 1 мне надо наверх так когда использовать цикл for цикл for хороший вариант если вам нужен цикл выполняющиеся определенное количество раз применяйте цикл for в простых случаях не требующих да елки-палки сейчас ребята извините тут темно ничего не видно я попробую отсюда выбраться как-то да тут кстати помогли бы этим ну красные такие штуки были которые которые этот сигнальные шашки так значит вылезу где-то вот здесь 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 вылазил он там прямо надо бежать вот и тут вот тут вылазит да так вот по поводу цикла for используйте их когда управление цикла заключается в простом инкременте или декременте скажем при проходе по элементам контейнера особенность цикла for в том что его надо настроить в начале выполнения и забыть о нем вам ничего не надо делать внутри него для управления его работой если существует условие по которому выполнение цикла прерывается изнутри вместо for используйте конструкцию while не изменяйте значение цикла for явно чтобы принудительно его завершить вместо этого используйте while цикл for предназначен для простых случаев более сложные задачи организации циклов лучше решать с помощью циклов while так а кому что-то отдавать этот чип это 1000 дает а тут кто-то еще был по моему вот это да так блин если она предложила типа говорит 1000 ты знаешь кто-то еще что-то может предложить итак когда использовать ух ты блин когда использовать цикл for each цикл for each полезен для выполнения действий над каждым элементом массива или другого контейнера его преимущество в том что он позволяет обойтись без вспомогательной арифметики для обслуживания цикла и таким образом избежать ошибок что управление циклом что может плохого случиться с циклом любой ответ любой ответ должен включать некорректную или пропущенную инициализацию цикла невыполненную инициализацию накопительных переменных неправильную вложенность неправильное завершение цикла или ее неправильную инкрементацию а также неправильное индексирование элемента массива с помощью цикла вы можете предотвратить эти две проблемы точнее не эти две а вообще эти проблемы соблюдая два правила во-первых минимизируйте число факторов влияющих на цикл упрощайте упрощайте и еще раз упрощайте во-вторых рассматривайте содержимое цикла так будто это метод вынесите за пределы цикла все управление какое только возможно явно объявите все условия выполнения тела цикла не заставляйте читателя смотреть внутрь цикла чтобы понять его управление думайте о цикле как о черном ящике окружающий код знает об управляющих условиях но не о содержимом цикл цикла так ладно тогда отнесу я это чип все-таки той барышни так вход в цикл следуйте принципам приведенным далее при разработке входа в цикл размещайте вход в цикл только в одном месте разнообразие структур управляющих циклам позволяет проводить проверку его завершение в начале середине или конце цикла эти структуры имеют достаточно широкие возможности чтобы вы могли закодировать входы в цикл только сверху нет нужды сделать цикл в нескольких местах так 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 ну и чё две с половиной тысячи опыта дали карма карма не дали а ну-ка статус и все так так патрончики где-то ух ты это чё банкнота но это не надо хотя хотя можно что-то продать 65 не лом я оставлю вот продам эти бутылочки 20 о у меня же были эти сигнальные шашки точно точно так размечайте инициализационный код непосредственно перед циклом принцип схожести пропагандирует размещение взаимосвязанных выражений вместе если взаимосвязанные выражения разбросаны по всему коду или по всему методу то при внесении исправлений их легко пропустить сделав изменения не полностью если же взаимосвязанные выражения располагаются рядом избежать ошибок при модификации становится легче так 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 поместите операторы инициализации цикла рядом с этим циклом если вы этого не сделаете то вполне вероятно это приведет к ошибкам когда вы соберетесь преобразовать данный цикл в цикл большого размера и забудете исправить инициализированный код такая же ошибка может возникнуть когда вы поместите или скопируете код цикла в другой метод забыв переместить инициализированный код инициализированный код инициализированный размещение кода инициализации вдали от цикла в разделе объявления данных или во вспомогательном разделе в начале метода грозит неприятностями с инициализацией используйте while true для бесконечных циклов вам может понадобиться цикл выполняющийся без завершения например цикл в таких изделиях как кардиостимулятор или микроволновая печь или цикл должен завершаться только в ответ на событие так называемый событийный цикл вы можете закодировать такой бесконечный цикл несколькими способами имитация цикла с помощью выражения вида for i равно 0 to 99999 плохая идея поскольку конкретное значение гранит цикла скрывает его смысл 99999 может быть вполне допустимым значением кроме того фальшивый бесконечный цикл плохо поддается сопровождению идиома while true считается стандартным способом написания бесконечных циклов в c++ java c-sharp и других языках поддерживающих операции сравнения в цикле в цикле в цикле for в цикле for for необходимый код расположен в начале цикла что упрощает что упрощает модификацию кода если вы можете использовать цикл for вместо других циклов используйте это так у него обычно есть какое-то бабло и всегда можно что-то продать так и взрывчатки две точно продать не используйте цикл for если цикл while подходит больше обычным злоупотреблением гибкой структуры цикла for в языках c++ c-sharp и java является размещение частей цикла while в заголовке цикла for так преимущество цикла for в языке c++ плюс по сравнению с другими языками состоит в его большей гибкости по отношению к информации которую он может использовать для инициализации и завершения недостатком такой гибкости является возможность помещения в заголовок цикла выражений не имеющих ничего общего с управлением цикла но там в этих выражениях в блоках инициализации проверки можно еще там через запятую поместить вызов какие-то функции что уже усложняет чтение и понимание цикла и так дальше тут у нас советы другие советы обработка середины цикла следующие подразделы описывают обработку середины цикла используйте фигурные скобки открывающуюся и закрывающуюся для обрамления выражений в цикле всегда используйте скобки они ничего не стоят в плане скорости или размера во время выполнения программы но повышают читабельность и предотвращают ошибки при изменении кода это хорошая практика защитного программирования избегайте пустых циклов в C++ и Java возможно создание пустого цикла все действия которого закодированы в той же строке что и проверка выхода из цикла ну то есть и здесь такой примерчик есть где у нас вайл и в скобочках и чтение символа и сразу же его проверка а тело цикла просто пустое так располагайте служебные операции либо в начале либо в конце цикла служебные операции цикла это выражение вроде и равно и плюс один или йод плюс плюс чье основное назначение не выполнять работу в цикле а управлять циклом заставьте каждый цикл выполнять только одну функцию простой факт что цикл может использоваться для выполнения двух тел одновременно недостаточное оправдание для их совмещения циклы должны быть подобным методом в том плане что каждый должен делать только одно дело цикла и делать его хорошо если использование двух циклов когда хватит и одного кажется неэффективным напишите код в виде двух циклов прокомментируйте что их можно объединить для эффективности и дождитесь пока тесты оценки производительности покажут проблему в этом месте только после этого объединяйте два цикла в один так наверное я поеду 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 вот сюда смотрите у меня была карта я ее прочитал и у меня открылась такая локация налетчики вот сюда я наверное поеду у меня есть немного патрончиков для моей крутой винтовки поэтому пока патроны есть разбираться с налетчиками проблемы не будет так и чё тут и чё тут возьмем оружие в руки так так тут походу вход вот здесь закрыто взломаем опа опа крыса да да елки-палки что ж такое с дробовика стреляю крысу убить не могу это ж ненормально два выстрела даже если мутант она ж мелкая там не надо походу менять оружие и менять на что-то другое может быть на пистолет какой-то смотрите на это вообще бардак так завершение цикла убедитесь что выполнение цикла закончилось это основной принцип мысленно моделируйте выполнение цикла до тех пор пока не будете уверены что при любых обстоятельствах он завершён подумайте продумайте номинальные варианты граничные точки и каждый из исключительных случаев сделайте условия завершения цикла очевидным если вы используете цикл for не забавляетесь с индексом цикла и не применяя операторы go to или break для выхода из него то условие завершения будет очевидным аналогично если вы используете циклы while или repeat until но это есть тоже в каком-то языке точно и поместили все управление в выражении while или repeat until условие завершения также будет очевидным смысл в том чтобы размещать управление в одном месте не играйте с индексом цикла for для завершения цикла ну об этом уже говорили не меняйте если у вас цикл for не меняйте индекс внутри этого цикла потому что будет много потом проблем скорее всего избегайте писать код зависящий от последнего значения индекса цикла использование значение индекса цикла после его завершения дурной тон так сейчас я ладно сейчас я дочитаю конечное значение индекса меняется от языка к языку и от реализации к реализации значения различаются когда цикл завершается нормально или аномально даже если вы не задумываясь можете назвать это конечное значение следующему читателю кода возможно придется о нем задуматься более правильным вариантом к тому же более самодокументируемым будет присвоение последнего значения какой-либо переменной в подходящем месте внутри цикла так надо какое-то оружие взять вот это может быть винтовочку для нее по-моему нужны вот такие вот патрончики или пистолет так урон 816 не знаю не знаю вот этот пистолет неплохо давайте еще вот этот я возьму сейчас посмотрим какой лучше ого 20-30 какие боеприпасы ему надо не 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 надо нет а это 12-22 а этому 14 миллиметровый да 5 а а значит этот пистолет мы убираем вот вот этот под о вот же еще есть патрончики а боеприпасов для того а вот они 14 миллиметров да и попробуй я ко мне еще был тут desert eagle посмотрю сейчас его урон возможно desert так это 12-22 и 10-16 нет берем этот 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 может быть будет получше сейчас desert я спрячу ну эту винтовку оставим оставим если вдруг не пойдет так перезарядимся и пойдем так рассмотрите использование счетчиков безопасности счетчик безопасности это переменная увеличивающаяся на при каждом проходит цикла чтобы определить не слишком ли много раз выполнялся цикл что-то не очень пистолет если вы пишите программу в которой любая ошибка будет катастрофической вы можете использовать счетчики безопасности чтобы убедиться что цикл все циклы заканчивается не вроде урон получше у этого пистолета так а где вход вон труп какой-то лежит пистолет техническая нет не надо пока так какой то ну ух ты тихо и на этом ух ты закончилась ладно а где кости вот же как не взять крови кости не могу ладно еще тут посмотрим так досрочное завершение цикла многие языки предоставляют средства для завершения цикла без выполнения условий for или while в данном обсуждении слово break означает общий термин для оператора break c++ и java оператор break или его эквивалент приводит к завершению цикла через нормальный канал выхода программа продолжает выполнение с первого оператора расположенного после цикла оператор continue похож на break в том смысле что это вспомогательное средство для управления циклом однако вместо выхода из цикла continue заставляет программу пропустить тело цикла и продолжить выполнение со следующей итерации оператор continue это сокращенный вариант блока if then предотвращающего выполнение остальной части цикла рассмотрите использование операторов break вместо логических флагов в цикле while порой добавление логических логических флагов в цикл while с целью имитации выхода из тело цикла усложняет тщение кода иногда вы можете убрать несколько уровней отступов цикле и упростить его управление просто используя break вместо группы проверок if размещение нескольких отдельных условий break рядом с кодом приводящих приводящих приводящим к их выполнению может уменьшить вложенность и сделать цикл читабельнее остерегайтесь цикла с множеством операторов break разбросанных по всему коду цикл содержащий большое количество операторов break может сигнализировать о нечетком представлении структуры цикла и его роли в окружающем коде рост числа break увеличивает вероятность что цикл может быть более ясно представлен в виде набора нескольких циклов вместо вместо одного цикла с множеством выходов согласно статье software engineering notes программная ошибка которая 15 января 1990 года вывела из строя телефонную сеть нью-йорка возникла благодаря лишнему оператору break вот так вот вывела из строя на 9 часов вот так вот лишний оператор и на тебе 9 часов телефоны не работают и кто в кого куда стрелять так ладно используйте континью для проверок в начале цикла хорошим применением оператора континью будет перемещение операции в конец цикла после проверки некоторого условия в начале например если цикл читает записи читает записи отбрасывает часть из них а остальное обрабатывает вы можете поместить подобную проверку в начало цикла проверка граничных точек при разработке цикла обычно представляет интерес три точки первая итерация случайно выбранная итерация в середине и последняя итерация когда вы создаете цикл мысленно пройдитесь по всем трем точкам и убедитесь что цикл что в цикле нет ошибки потери единицы если цикл содержит какие-то специфические случаи выполнение которых отличается от первой и последней итерации проверьте их тоже если цикл проводит сложные вычисления достаньте свой калькулятор и проверьте их вручную готовность выполнять такой вид проверки ключевое различие между квалифицированными и неквалифицированными программистами первое проделывают мысленное моделирование и вычисления вручную потому что знают что эти меры помогут найти ошибки вторые имеют склонность к случайному экспериментированию пока не найдут правдоподобную комбинацию если цикл не работает так как предполагалось неумелый программист меняя знак меньше на знак меньше равно меняет знак меньше на знак меньше равно вот так вот если и это не помогает он исправляет индекс цикла добавляя или вычитая один в конечном счете таким способом программист может нащупать правильную комбинацию или просто заменить изначальную ошибку более незаметной даже если этот случайный процесс приведет к правильной программе программист не будет знать почему она работает корректно так-то елки-палки что ж такое по ходу по ходу надо сохраниться и сохраниться куда-нибудь вот сюда и уже одни патрончики я так сказать о нормально стрелял в одного попал в другого елки-палки надо лечиться попробуем вот этим 112 было это чё 30 ого жесть ну хотя она оправдывает в принципе смотрите сразу двоих завалил так ладно мысленное моделирование и ручные вычисления могут дать несколько преимуществ умственная тренировка приводит к меньшему количеству ошибок при первоначальном кодировании более быстрому обнаружению проблем при отладке и в целом более полному пониманию программы умственные упражнения означает что вы знаете как работает код а не просто предполагаете это так это с какой-то пухой такой серьезный стоит теперь уже не стоит да по 15 патрончиков за очередь тратит это конечно печально но блин пушка просто крутейшая так используйте порядковые или перечислимые типы для границ массивов и циклов обычно счетчики циклов должны быть целыми значениями числа с плавающей куда надо сюда куда числа с плавающей запятой плохо инкрементируется так используйте смысловые имена переменных чтобы сделать вложенные циклы читабельнее массивы часто индексируются с помощью тех же переменных что и используется как индексы цикла если у вас одномерный массив то вы еще можете выйти сухим из воды применяя и идет или к для его индексации но если у массива два и более измерений вам следует задавать значимые имена для индексов чтобы прояснить свои действия смысловые имена индексов массивов одновременно уточняют и назначение цикла и элемент массива которому вы планируете обратиться используйте смысловые имена во избежание пересечения индексов привычное использование и й и к приводит к увеличению риска пересечения индексов использования одного и того же имени индекса для разных целей то есть и для массива и для цикла могут использоваться те же и й и к соответственно будет пересечение и это плохо ограничивайте видимость переменных индексов цикла самим циклом так насколько длинным может быть цикл длина цикла может изменяться строках кода или глубине вложенности как же так произошло что меня убили делайте циклы достаточно короткими чтобы их можно было увидеть сразу целиком если вы обычно смотрите на цикле на вашем мониторе на циклы на вашем мониторе а ваш монитор показывает 50 строк то установите строчное ограничение то 50 строчное ограничение длины эксперты предложили ограничивать длину цикла одной страницы однако когда вы оцените преимущество создания простого кода вы редко будете писать циклы длиннее 15-20 строчек кода ограничивайте вложенность тремя уровнями исследования показали что способность программистов разобраться в цикле существенно снижается если уровень вложенности превышает 3 уровня если вам нужно большее число уровней сделайте цикл короче вынеся его часть в отдельный метод или упростив управляющую структуру выделяйте внутреннюю часть длинных циклов в отдельном методе если цикл хорошо спроектирован то код внутри него часто можно выделить в в один или несколько методов которые будут вызываться из цикла делайте длинные циклы особенно ясными длина увеличивает сложность если вы пишете короткий цикл вы можете использовать более рискованные управляющие структуры такие как брейк и континью множественные выходы сложные условия завершения и так далее и тому подобное если вы пишете более длинный цикл и проверяете хоть какую-то проявляете хоть какую-то заботу о читателях вы предусмотрите в цикле только один выход и сделаете условие цикла условие выхода исключительно понятным так ну 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 тут еще какие-то примеры есть я их зачитывать не буду это дело неблагодарное а глава заканчивается у нас этим как всегда контрольный список контрольным списком вопросов так сейчас я сбегаю отнесу это все в машину багажник и так контрольный список цикла выбор и создание цикла используется ли цикл вайл вместо цикла форм если он больше подходит создавался ли цикл изнутри наружу дальше контрольный список вопросов по теме вход в цикл выполняется ли вход в цикл сверху расположен ли код инициализации непосредственно перед циклом если необходим бесконечный или событийный цикл конструируется ли он явно или сделан такой ляп как for и равно 1 в цикле for c++ c или java резервируется ли заголовок цикла только для управляющего кода так дальше вопросы по телу цикла используют ли цикл скобки фигурные скобки или их эквиваленты для обрамления тела цикла и предотвращения проблем связанных с неправильной модификации содержит ли тело цикла хоть что то не пустое ли оно сгруппированы ли служебные операции в начале или конце цикла выполняет ли цикл одну и только одну функцию и как хорошо он это делает достаточно ли цикл короткий чтобы его можно было сразу увидеть целиком не превышает ли вложенность цикла трех уровней вынесено ли содержимое длинного цикла в отдельный метод если цикл достаточно длинный написано ли он особенно ясно индексы цикла если этот цикл for не выполняется ли манипуляции с индексом цикла внутри самого цикла используется ли для сохранения важных значений индекса цикла вне этого цикла специальная переменная а не сам индекс цикла имеет ли индекс цикла смысловое имя не содержит ли индекс не содержит ли цикл пересечения индексов завершается ли цикл при всех возможных условиях это кстати вопросы по завершению цикла используют ли цикл счетчики безопасности если они приняты на уровне на уровне стандарта очевидно ли условия завершения цикла если используются операторы break или continue корректны ли они и завершается глава ключевыми моментами и так ключевые моменты циклы сложны для понимания сохраняя их простыми вы помогаете читателям вашего кода способом упрощения циклов относятся избегание экзотических видов циклов минимизируя вложенности создание очевидных входов и выходов цикла и хранение служебного кода в одном месте индексы цикла часто употребляются неправильно называйте их понятно и используйте только с одной целью аккуратно продумайте весь цикл чтобы убедиться что он работает правильно во всех случаях и завершается при любых возможных обстоятельствах что промазал или что и на этом глава 16 циклов заканчивается поэтому на сегодня все на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки и все такое а я сейчас а я сейчас их добью и короче надо ехать ехать опять бродить по этой пустоши продавать вещи нужны да что ж такое нужно по продавать вещи и где-то не знаю где накупить этих патронов потому что потому что проблема винтовка крутая с ней можно нормально проходить игру а вот патрончиков то нету багажник машины забит короче целая проблема поэтому я сейчас это фоновом режиме сам попробую быстро сделать ну как быстро там день-два там как получится поэтому все всем спасибо за внимание всем пока